Всем привет! Вы на канале всякие разные интересности. Сегодня мы расскажем вам о хирурге-самоушке, который провел 16 успешных операций. Фердинанд Уолдо Демара родился в 1921 году в американском штате Массачусетс. Его отец, владелец небольшого частного театра, не смог дать своему сыну хорошего образования. Но несмотря на это, Фердинанд всю жизнь стремился пробиться в люди. Порой ему приходилось идти на такие уловки, что позавидовал бы даже великий комбинатор Остап Бендер. Демара рассуждал так, если не удалось получить образование, то можно просто подделать документы. По фальшивым дипломам ему удалось поработать инженером на стройке, адвокатом-преподавателем. Но вершиной карьеры для Демары стала служба на канадском эсминце Каюга в качестве корабельного хирурга. Диплом врача, естественно, был тоже липовым. Фердинанд предъявил документы на имя хирурга Джозефа Кайра. Кстати, такой врач действительно существовал и работал в одной из клиник в Нью-Брунсвике. В начале 50-х годов, прошлого столетия, эсминец участвовал в Корейской войне. А хирургу-самоучке довелось в полной мере продемонстрировать свои способности. Во время одного из боев 16 членов экипажа получили тяжелые ранения. А поскольку единственным хирургом на Каюге был Демара, оперировать раненых пришлось ему. Он приказал отправить пострадавших в операционную, а сам закрылся в Каюте с учебником по хирургии. Перелистав учебник, врач-самозванец смело взялся за скальпель. Случилось почти невозможное. Никто из 16 оперированных не умер, а множество газет напечатали статьи о доблестном хирурге. Вот тут-то и случился конфуз. Одну из газет прочитала мать Джозефа Кайра. Аферист был разоблачен. Правда, капитан эсминца упорно не хотел верить в то, что человек, спасший множество жизней, имел о медицине самое смутное представление. Против Демары даже не стали заводить уголовное дело, и он смог беспрепятственно вернуться домой. Вот только выдавать себя за других людей стало гораздо сложнее, ведь теперь о Фердинанде знали многие. Он устроился на работу психологом в одну из тюрем, по старой привычке подделав диплом. Вскоре с работы его со скандалом уволили, так как один из заключенных вспомнил, что читал в журнале о хирурге, очень похожего на тюремного психолога. Пришлось задуматься о настоящем дипломе. Только в возрасте 46 лет Демара получил свой первый настоящий документ об образовании. Он закончил в Портленде библейский колледж и стал священником в одной из больниц. Скончался Фердинанд у Олду Демара в 1982 году от сердечно-недостаточности. А работаете ли вы по своей специальности? Напишите в комментариях под видео. Не забудьте подписаться на канал, поделитесь видео с друзьями, нажимайте палец вверх. Всем пока!